Каждый человек на планете имеет основные потребности, которые скорее объединяют нас, чем делают непохожими друг на друга. Вы наверняка слышали об иерархии потребностей Маслоу, диаграмме с пирамидальной структурой, авторство которой приписывают Абрахаму Маслоу. Согласно этой иерархии, мотивация людей обуславливается потребностями все более высокого уровня. В академической и популярной психологии это принято понимать таким образом, что полной самоактуализации и реализации личности должно предшествовать удовлетворению базовых нужд, физического здоровья, безопасности, чувства принадлежности и чувства собственного достоинства. На деле же, как Скотт уже подробно описывал в книге «Путь к самоактуализации», сам Маслоу никогда не рисовал эту пирамиду потребностей. Форма пирамиды подразумевает, что для завершения очередной стадии мы должны, не оглядываясь назад, подниматься на некую метафорическую гору, и лишь затем нам откроется следующий уровень возможностей, но это в корне противоречит самой сути человеческого существования. Маслоу подчеркивал, что мы находимся в непрерывном процессе созревания, и этот процесс зачастую подразумевает два шага вперед и шаг назад. Эволюция человека не предполагает единого пункта назначения, к которому следует стремиться. Это опыт. И чтобы провести нас через этот опыт роста, Скотт предложил новую гибкую и функциональную метафору. Парусник. Которая поможет нам понять конфигурацию основных человеческих потребностей. Если днище нашего судна прохудилось, корабль непригоден для плавания. Когда мы живем в опасных условиях, страдаем от одиночества или низкой самооценки, наших сил и энергии хватает лишь на то, чтобы пытаться хоть как-то держаться на плаву, затыкая дыры, и то и дело вычерпывая воду, чтобы избежать кораблекрушения. Когда обстановка более благоприятна, реализованные потребности в безопасности, близких отношениях и самоуважении приносят нам стабильность, обеспечивая защиту от превратности и судьбы. Но нам этого мало. Человеку, по сути, его необходим рост, чтобы стать тем, кем он может стать, по выражению масло, полноценным человеком. А для роста мало укрепить корпус. Это делается скорее для обеспечения безопасности и защиты. Нужно расправить паруса и, несмотря на собственную уязвимость, устремиться навстречу жизненным волнам и бурям. Паруса — это наша любознательность и любопытство, открытость к пониманию новых истин, готовность преодолеть привычные границы и раскрыть новые возможности. Для роста нужна тяга к исследованиям. Любовь и осознание цели — все это помогает нам в полной мере ощутить красоту и величие этого мира и найти свое место в нем. Тогда мы видим...